всем привет сегодня воскресенье 6 июня наши уже на месте если хотите присоединиться нашим единомышленником патриотом приезжайте на станцию метро ручья ориентир торговый центр спектр в 11 часов по воскресеньям каждое воскресенье собираемся берите с собой отличное настроение и национальные красно-зеленые флаги белоруссии здесь всем привет всем привет всем привет всем привет подавателем был обниматься будем я одной рукой держу спасибо сегодня отличная погода солнышко нам сегодня с погодой конкретно повезло что ты прячешься покажись ты господи красавица и ага 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 пошли привет 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 и 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 всем привет хочу подойти к нашим патриотам и поинтересоваться их мнением по поводу задержания протасевича и интервью которое он дал каналу унт марка как они к этому относятся а а а а а а а Недавно вышло интервью Протасевича на канале УНТ. Как вы относитесь к нему снизам? Можно ему верить? Его искреннему рассказанию? Что это были за слезы? Например, я ему не верю. Мне его не жалко. Потому что, когда он начинал это, когда он в Донецке убивал людей, просто так с оружием не ходят. Просто так оружие не дают. Поэтому надо было думать о тех родителях, о тех людях, которые погибали там. А то, что он сделал у нас, в Беларуси, это вообще невообразимо. Сколько он сломал семей, сколько детей малолетних пострадали, родители пострадали. Это просто невообразимо. Никакого прощения быть не может. Теперь он вспомнил, как зовут Александра Григорьевича нашего. А раньше, когда несли гробы и винтик по дворцу его. Они помнили об этом или нет? Никакого прощения быть не может. Наказать по полной строгости, чтобы было неповадно. Всех их надо переловить. Протасевичу веры нет. Это слезы. Он трус. Слезы труса. Потому что он боится, что с ним сейчас будет. Что его могут и там прибить просто взять. Он просто боится. Он трусливый поганец. Нет ему прощения и нет ему веры. И никакое детство трудное ни при чем. У меня тоже было где-то трудное детство. Были проблемы. Тоже где-то родители работали, себе предоставлены. Таких много людей. Но почему-то никто из вас не пошел убивать. Не стал жестоким, агрессивным. Не стал своего государства убредить. Никакое это не... Никакие не могут быть... То есть то, что у него там было трудное, или родители его там не смотрели, или что-то... Это не оправдание. Каждый человек выбирает сам. Все у нас в голове. Он решил, выбрал такую дорогу себе. Пускай расплачивается. Но он специально же пошел на сотрудничество со следствием, чтобы ему скостили срок. Ну хорошо, пускай ему немножко скостятся он. Но все равно он должен быть наказан. Сотрудничество... Мы уже наши все службы без него, это половину знали, то, что он рассказал. Работают как нужно. Поэтому то, что он сейчас там у всех сдает своих, еще раз пускай обратят внимание наши оппозиционеры. Своих, как они едят друг друга. Скоро они все перекрызут друг друга. Это трусы, предатели, и никакого нет им оправдания. Однозначно. Спасибо, спасибо. Привет! Привет и никого не узнает без красной шапочки. Привет! Он меня нафотографировал, гляньте. Он флаги срезал, сфотографированный на футболе этого асфальта. Нет, давай мы куда-нибудь. Здравствуйте, Дмитрий. Как относиться к тому, что Протасевич после интервью расплакался? Что вообще происходит? Всем привет, кто смотрит нас. Ну, смотреть, что он плачет, ничего. Ему просто себя жалко, мерзавцу. Что происходит? Идет оперативная игра, серьезная. Я уже говорил, что в Беларуси различные силы есть, которые видят различные направления вектора нашего государства. К сожалению, у нас силен прозападный очень влог. И до августа он был крайне силен. Но сейчас ситуация меняется. Ну, Протасевич интервью, такой вот удар немножко в том числе и по ним. Мы знаем, что Артем Кашрайбман уехал. Просочился, просочился. Ну, ничего страшного, чего просочился. Протоверение Республики Беларусь имеет право двигаться куда угодно. К нему никаких претензий не было. Вот, до этого. Поэтому можно делать все, что угодно. Что хочется сказать Протасевичу? Ну, самое интересное, конечно, по телевизору не показали. То, что он с западными службами работает, это всем и так известно. Самое интересное, мы все ждем, когда начнутся аресты у нас в стране. Аресты чиновников, которые просрали у нас. Депутаты, которые ничего не делали. И много-много. Идеологи наши, которые профукали это все дело. Вот. Поэтому ситуация достаточно непростая. Что хочется сказать про Протасевичу? Ну, наши правоохранители молодцы, поэтому мы сюда выходим каждые выходные их поддерживать. Вот здесь вот настоящие ребята. Вот. Приходите на спектр. И здесь можно интервью брать у кого угодно, общаться на любые темы. Друзья, готовы ответить? Еще хочу спросить, что вот по поводу самолета, который якобы насильно посадили, мы захватили. А, ну понятно. А на самом деле ситуация развивалась так, что если бы мы не разрешили, не предоставили свой аэропорт, было бы еще хуже. На самом деле я скажу так, что никто не знает, как бы она развивалась, потому что это идет тонкая игра специальных служб. Вот. И всю правду мы не узнаем. С точки зрения юридической, посадка самолета осуществлялась соответствующими с правилами ИКАО. Ну, а вся эта реакция, она делается вот так на щелчок пальца. Это не значит, что ее заранее кто-то готовил, чтобы это сделать. Среагировали на факт. Моя позиция. Белорусская сторона выиграла. Западный вектор у нас все больше и больше закрывается. Поэтому с посадки самолета я рассчитываю, что это все сделано правильно. Протасевича взяли правильно. Международные нормы полетов мы не нарушили. Поэтому здесь говорить с правовой точки зрения не приходится. Ну, а то, что Запад, он бы и 100 придумал в случае, 100 моментов для того, чтобы вводить какие-то определенные санкции против Латушки. Тихановские все эти дела, да, которые растили здесь у нас, наши же власти их растили здесь внутри страны. Все эти годы проводили мы эти манифестации БНР. Кто это разрешал, да, с бело-красно-белыми, вот эта фашистская вся символика. Кто разрешал учебники наши, министерство образования, искажение истории, вранье. И сейчас идет опять эта реформа министерства образования. Что там будет? Люди смотрят, люди в ужасе. Но сейчас будут общественные слушания. Поэтому мы сами виноваты в том, что происходит внутри страны. Мы вырастили эту колонну пятую и продолжаем многих из них пестовать. Поэтому кроме нас за эту ситуацию никто, как говорится, отвечать не будет. С точки зрения союзной логики, ну, я могу только приветствовать то, что у нас сейчас движение идет. На мой взгляд, оно медленное, запоздалое. И здесь нужно действовать намного энергичнее, потому что выживаемость Беларуси, как суверенного государства, зависит во многом. Сможет ли она войти в новый цикл формировающихся региональных экономик. Региональная экономика, которая у нас самая рядом, это центр Россия, это евразийский экономик. Надо занять достойное место в цепочке производительной. Но это как мы будем торопиться и как мы будем идти вперед. Хватит смотреть, что там у них, нужно развивать то, что здесь у нас. Люди хотят лучше жить, люди хотят, чтобы у нас цены в магазинах падали, а у нас они каждый месяц растут и каждую неделю растут. Это что такое? Это Запад виноват или мы так управляем? Вот вам ответ на вопрос. По поводу вашей организации, которую вы пытаетесь зарегистрировать, Единое Отечество, то есть вы уже будете делать республиканским, да? Мы будем есть разные направления. Я пока откровенно говорить не буду, потому что знаю, опять начнутся звонки. Хотя они и так начнутся. У нас сейчас времени нет зарегистрировать республиканскую, потому что мы сейчас уезжаем скоро в большую молодежную вот такое турне, в Крым, в патриотическое турне у нас такое. Вот. И мы, скорее всего, сейчас будем Минск, Минская область опять регистрировать. Мы внесли те замечания, которые нам указали. Ну и посмотрим, насколько работает наш Мингородсполком добросовестно и честно. Посмотрим, какие они новые, к нам будут претензии. Ну, если не найдут, ну, значит, немножко они справились. Но мы это дело будем держать на контроле. Желаю удачи, чтобы все получилось. До свидания. Сейчас, 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 сейчас. Наши глаза. Смотрим за детьми, ребята. Очень внимательно смотрим. Смотрим за детьми, ребята. Смотрим за детьми, ребята. Смотрим за детьми, ребята. Смотрим за детьми, ребята.